Газовики Газовики проводят опиловку льда вокруг опор воздушного перехода. Это позволит избежать повреждений металлических конструкций. Во время паводка, чтобы лед обламывался и не было затора, и, как говорится, нагромождение льда и давления на воздушный переход, вот этого не было, мы этот вопрос решаем. Пока одни проводят опиловку льда, другие тщательно осматривают воздушный переход и устраняют на нем трещины. Работы немало, учитывая, что подобных гигантских сооружений на участке много. Два перехода на реке Элег воздушный, два перехода на реке Урал, это непосредственно в ЛЭС-2 Нижнепаловского ПУ, я говорю. Два перехода река Зубочистка и два перехода река Черная. Ну, обследование проходит везде, а уже по результатам, то есть где необходим ремонт, мы выполняем ремонт. Добавим, что общая протяженность продуктопроводов общества «Газпромдобыча Оренбург» около 4 тысяч километров. Помимо крупных переходов через реки, есть и мелкие через лесные овраги. Всего их около 800, и все они исследуются газовиками. Дополнительно смотрим размывы по трассе, где-то какие-то прохождения оврагов, где-то еще какие-то вещи, где необходимо произвести очистку водопропускных сооружений, водотоков. Ну, а с наступлением половодия работа сотрудников управления продолжится. На крупных реках будут выставлены круглосуточные посты. Днем и ночью они будут наблюдать за паводком и за сохранностью воздушных переходов. Александр Сергеев, Виктор Яковлев, Новости дня. Виктор Яковлев, Новости дня.